Шалом! На прошлом уроке мы разобрали с вами корневое значение слова Тора. Давайте сейчас мы перейдем к тексту 19 главы из книги «Числа». И с самого первого стиха здесь написано «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, вот устав закона, который заповедовал Господь, говоря». Здесь есть такое словосочетание, которое звучит как устав закона. На иврите написано «хукат атора». Другими словами можно сказать, что здесь говорится о чем-то очень важном, о законе всей Торе, о самом сердце, о самом главном значении всей Торе, о его предназначении всей Торы, для чего она нужна, на чем она основана. И здесь вот этот вот первый стих, он для нас очень важен. Сердце. Самое главное, о чем пытается донести до нас Тора на протяжении всего своего Писания, заключается вот в этой вот главе. И мы читаем дальше. «Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу, без порока, у которой нет недостатка, и на которой не было ерма». Рыжую телицу. Очень странно. Почему вдруг Господь говорит привести именно рыжую телицу? Не белую, не черную, не смешанную, а именно рыжую. На иврите это звучит как «пора одума». Пора — это телица, одума — это рыжая или, точнее, красная. Слово «одума», оно созвучно со словом «одом» и «адам». Это человек или земля. Один и тот же корень, по звучанию это очень похоже. Адам — красная, рыжая, и Адам — человек, Адама — земля. Об этом мы поговорим с вами в самом конце наших уроков, и мы увидим, почему речь идет именно о рыжей телице. Но для того, чтобы эта телица была действительно подходящей для того, что нужно с ней сделать, для этого жертвоприношения, то есть несколько условий, которые должны здесь состояться. И первое из них, что она должна быть без порока. Она должна быть также и без всякого изъяна или без недостатка. Пусть приведут рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка. В самом деле, когда речь идет о животных в Писании, и когда написано слово «тмема», что значит «непорочная» или «жертва непорочная», то уже имеется в виду, что она без недостатка. Уже имеется в виду, что она совершенная. И нет никакого смысла еще что-то добавлять. То есть нет смысла говорить, что она совершенная и еще и без порока. Об этом и так уже понятно. Но почему-то здесь Писание, говоря о рыжей телице, еще и добавляет, что она должна быть без порока и без недостатка. Многие раввины считают, что здесь речь идет о недостатке в ее цвете. Что это значит? Это значит, что она должна быть полностью рыжей. Что если у нее есть хотя бы два волоска, которые рядом друг с другом, и они не красные, то эта корова не годится. Она не подходит. Ее нельзя использовать. Знаете, на протяжении многих лет многие раввины, многие израильтяне пытаются найти рыжую телицу, которая была бы подходящая, исполняла, подходила все вот эти вот условия, про которых написано. Но это не так просто. Есть целые фермы, где пытаются вырастить этих рыжих телиц. Но почему-то ничего не получается, потому что когда телица доходит до года, точнее даже до трех лет, то у нее начинают вырастать новые волосы. И зачастую, даже если она до этого где-то в год была полностью красная, и все волосы у нее были красные, то впоследствии могут вырасти и черные, и серые, и какие-то другие. И поэтому до сих пор еще никак не могли найти такую телицу. Многие говорят, что на протяжении всего времени, со времен Моше, до наших дней, было всего 10 таких телиц, 10 красных коров, которых Израиль использовал, приносил в жертву и готовили пепел. Это то, о чем говорит эта недельная глава. И на самом деле здесь очень интересно, что многие раввины вообще ломают голову и пытаются понять тот парадокс, который происходит, что готовя пепел рыжей телицы, который впоследствии будет очищать людей, который будет делать их чистыми, посвященными, тот человек, который готовил его, который прикасался к нему, становился нечистым. Парадокс. Ты производишь что-то чистое и сам загрязняешься от него, хотя это чистое очищает других. Говорят даже такие разные мидраши, что сам царь Соломон, Мелех Шломо, который был умнейший, может быть, из всех людей, он стал изучать Тору. И когда он дошел до вот этой недельной главы рыжей телицы, он углублялся, он изучал, но он никак не мог понять вот этот вот парадокс. Но благодаря Духу Святому, которого Господь даровал нам через Ишуа Мессию, многие люди, многие верующие открыли для себя, что это значит. И как раз об этом мы с вами говорим. Итак, без порока, без недостатка. Когда речь идет в Писаниях о человеке и говорится, что он непорочный, то имеется в виду, что он совершенный, что он чистый. О чем именно идет речь? Что значит, что человек совершенный? Человек совершенный, непорочный, это когда нет у него никакого недостатка, может быть, в его поведении, в его моральных качествах. Есть также слово, которое используется, словосочетание, которое звучит как «чистый сердцем» или «непорочный сердцем», там «лев». И это говорит о том, что нету недостатка в мыслях человека, что его мысли, что его дела, как он себя ведет, его поведение, оно соответствует одно другому, и они без порока. Таким образом, человек считается без порока, совершенный. Но о чем нам это говорит? Когда мы рассматриваем вот это, что человек совершенный, без порока, и мы видим это то, о чем говорилось по отношению к рыжей телице, то мы можем с вами провести параллель на Ишуа, Мессию. И мы можем увидеть, как это выражалось в нем. Мы знаем, что Ишуа, он родился, и он был совершенный и непорочный с самого начала. Он был зачат от Святого Духа, без вмешательства мужа. Есть такое понимание, что грех переходит от Адама через семя. И именно этому была причина, что он должен, или точнее одна из причин, что он родился от Святого Духа, без вмешательства мужчины. Естественно, что нету ничего плохого в связи интимной между мужчиной и женщиной, когда они находятся в браке. Даже наоборот, это благословение, Бог говорит, плодитесь и размножайтесь. Но из-за греха первого Адама через семя этот грех передается, как написано во всех человеках. Поэтому Ишуа рождается от Святого Духа, и он изначально является непорочным, он является безгрешным. Но мы также можем видеть на протяжении его жизни, как он себя вел, как он поступал, чему он учил людей. Мы можем видеть, какой пример он показывал. И из этого мы понимаем, что он был безгрешный и непорочный, совершенный на протяжении всей своей жизни. Не только когда он родился, но и когда он жил, он не согрешил. То есть он был совершенный в своем поведении и даже в своих мыслях. Иногда мы можем быть совершенными, может быть в нашем поведении, но наши мысли могут говорить совсем другое. Поэтому важно понимать, что Ишуа, он был совершенный во всех сферах. Что интересно заметить, Ишуа, он, наверное, единственный, который понимал в совершенстве влияние этого мира. Он видел этот мир в полноте. Он видел тот грех, который присутствует, то зло, которое присутствует в этом мире, и он видел его влияние. И несмотря на это, он, живя здесь, в этом мире, на этой земле, в теле, в таком же, как мы, он мог противостоять этому влиянию, он мог противостоять греху и хранить себя чистым и непорочным. И вот эти вот слова, как рыжая телица, которая должна быть чистая и непорочная, мы видим вот этот вот параллель в Ишуа, Мессии, что он также был чистый и непорочный. Все это записано в первом послании Петра, в первой главе, в 18 стихе, мы читаем следующее. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Машиаха, как непорочного и чистого агнца». Непорочного и чистого агнца. Это как раз те слова, то, что мы говорили, что в нем не было никакого недостатка, что он был без порока. Но здесь есть еще одно условие, которое говорится о том, что на нем не должно быть ерма. Что такое ермо? Ермо, можно сказать, как хомут, который одевается на корову, и она должна пахать землю. Обычно корова не идет одна, обычно это происходит в паре. Она не может пойти ни налево, ни направо, она ограничена. То есть ермо — это что-то, что ограничивает тебя. Иногда, может быть, даже и обременяет тебя. Если мы говорим о корове, на которой никогда не было этого ерма, что это значит? У любой коровы, которых выращивали иногда специально для такого жертвоприношения, у них всегда был хозяин. То есть корова, она всегда имела своего хозяина, который заботился о ней, который ставил ей определенные границы. Да, он не пахал на ней, у нее была своя, можно сказать, какая-то свободная воля в определенных рамках. Что сделать, куда пойти, где поесть. Она не пахала землю, она не делала что-то против своей воли, исполняя волю своего хозяина. В Ишуа мы можем увидеть что-то подобное. Когда Ишуа спускается на землю, он становится в определенных границах. Но эти границы, они свободны для него. Мы знаем, что он подчиняется отцу, отец власти, он пришел, чтобы исполнить его волю. Но он свободный, он сам решает, что ему делать, и как ему делать, и как ему поступать. Ишуа говорит такие слова. Он говорит, в моей власти отдать жизнь, и в моей власти взять жизнь назад. Никто не заставляет меня, но я сам отдаю ее, чтобы потом прийти и взять ее назад. В Иоанне, в 10 главе, мы также можем прочитать, что, как я уже сказал, Ишуа говорит, что в моей власти отдать свою жизнь, и в моей власти взять ее назад. Это написано в 17 стихе. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». Но хочу еще сказать кое-что насчет иго или насчет бремени. Ишуа в послании от Матфея говорит следующую вещь, следующие слова. Он говорит, «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Найдете покой душам вашим. Возьмите иго моё на себя, ибо иго моё легко и приятно». Странно. Какой же иго Ишуа здесь имел в виду? Какое иго он носил? Неужели действительно у него было иго? И многие, когда читают эти стихи или подобные, когда речь идет о иго, говорят о законе, говорят о торе, что какое же большое бремя это было, когда человек носил его. И Ишуа избравил нас от этого иго. Нам больше не нужно исполнять тору, не нужно исполнять никакие заповеди. Все это пригвоздено к Кресту. Но когда Ишуа говорит о бремени или говорит о иго, то я думаю, что здесь да, речь идет о определенных заповедях. Здесь да, идет речь о торе, определенных постановлениях, которые заповедовал Господь. Не что-то, что было придумано впоследствии людьми, интерпретируя те заповеди, которые даровал Господь. Но здесь есть два отношения к этому иго или к этой торе, о которой мы говорим. Те заповеди, которые Господь даровал, Бог даровал на горе Синай, они были действительно тяжкие для народа. У них не было выбора. Они должны были либо исполнять их, либо умереть. Если они не исполняли, они действительно умирали. Господь карал их. И были большие истребления. И у народа не было выбора. Может быть, они даже не хотели это делать, но им приходилось. Или их ждала смерть. И это действительно для них было тяжким иго, которое они несли на протяжении многих-многих десятков или сотен, или может быть даже тысяч лет. Даже до сегодняшнего дня. Но Ишуа, когда он говорит про иго, и он говорит, возьмите мое иго на себя. Я считаю, что он тоже говорит о торе. Он тоже говорит о тех же самых заповедях. Но почему здесь его иго, оно легко? Почему его иго, оно приятно? Потому что через Ишуа, Тора, Божье Слово, оно записывается на наших сердцах. И это становится не просто заповедью, это становится твоим образом жизни. Ты уже не начинаешь сравнивать и смотреть, нужно мне это сделать или не нужно. Пострадаю я от этого или я не пострадаю? Что же со мной будет? Но оно все идет у тебя изнутри. И ты начинаешь делать не из-за страха, а делать из-за любви. Это становится твоим естеством. Это становится чем-то, что часть тебя самого, твой образ жизни. И те же самые заповеди, они могут быть для нас легким, легкой ношей и приятной ношей, которая благословляет нас. Но также может быть и тяжелым бременем, которое просто не по силу нести. Поэтому то же самое Иго, можно на него посмотреть по-разному. И вот три вот эти условия, что непорочный Агнец, на котором не было бремени, или непорочная корова, рыжая телеца, которая не пахала землю. То, что было там, мы видим, как оно исполняется в Ишуа Мессии. Благодарю за то, что вы были с нами. И мы продолжим на следующий урок. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова